Доброе утро, дорогие друзья! С вами встречает этот новый день Павел Михно, и сегодня я, как всегда, спешу порадовать вас самыми интересными новостями. Это программа Фрэш-новости. Мы начинаем! Днем на территории Гомельщины ожидается пасмурная погода, местами пройдет небольшой снег. Столбик термометра опустится до минус 4 градусов. Ветер будет юго-восточного направления скоростью от 3 до 5 метров в секунду. Что касается климатических рекордов, то самым теплым оказалось 14 февраля 1995 года. Температура воздуха прогрелась до 8,1 градуса. А рекорд со знаком «минус» был установлен в 1953 году. Тогда температура опустилась до минус 23,5 градусов Цельсия. О финансовых новостях. Наиболее выгодный курс покупки доллара сегодня составляет 1,99 рубля, евро 2,45 рубля и 3,44 рубля за 100 российских рублей. Такие курсы валют предлагают Банк Москва-Минск, Абсолютбанк и БНБ-банк. А вот наиболее экономичная продажа валюты осуществляется в Идея-банке, Абсолютбанке и Альфа-банке. Курс продажи доллара составляет 1,99 рубля, евро 2 рубля 45 копеек и 3,45 рубля за 100 российских рублей. 14 февраля во многих странах мира отмечается День Святого Валентина или День Всех Влюбленных. У праздника есть и конкретный виновник – христианский священник Валентин. В 269 году Римской империей правил император Клавдий II. Воюющая римская армия испытывала острый недостаток солдат, и военачальник был убежден, что главная причина заключалась в браках, ибо женатый легионер думал о семье больше, нежели о славе. И дабы сохранить в своих солдатах воинский дух, император издал указ, запрещающий легионерам жениться. Однако влюбляться солдаты от этого меньше не стали, и к их счастью нашелся человек, который, не страшась императорского гнева, стал тайно венчать легионеров с их возлюбленными. Им был священник по имени Валентин. Правда, когда император узнал об этом, то велел казнить священника. Впоследствии, как христианский мученик, пострадавший за веру, Валентин был канонизирован католической церковью. А в 496 году римский папа Геласиус объявил 14 февраля днем Святого Валентина. Стоит отметить, что в настоящее время Святой Валентин изъят из литургического календаря католической церкви. Ко дню Святого Валентина готовятся не только парочки, но и гомельский дворцово-парковый ансамбль. Специально для Валентин и Валентинов дворец приготовил сюрприз. Для них вход сегодня будет бесплатным. Пропуском в атмосферу романтики 19 века мир живописи и скульптуры станет любой документ, удостоверяющий личность. Однако это обязательное условие для обладателей этих имен. Но это еще не все сюрпризы, которые готовит дворец. С сегодняшнего дня начинает действовать акция «Бонус в день рождения». В ее рамках именинники получат возможность посещать выставки за полцены, для чего нужно будет предъявить паспорт или свидетельство о рождении. К слову, в картинной галерее Гаврила Ващенко, расположенной по улице Карповича 4, также будет действовать акция для влюбленных. Сегодня посетить выставки по одному билету можно будет вдвоем. В галерее отметили, что влюбленных определят по улыбке. День 14 февраля безусловно известен прежде всего как День Святого Валентина. Однако растет число людей, которые знают еще об одном празднике. Ежегодно, начиная с 2012 года, 14 февраля отмечается Международный день дарения книг, который объединяет всех, кто дарит книги детям и прививает им любовь к чтению. День дарения книг – праздник, который стал международным не только по причине своей глобальной сути, но и потому, что корнями своими он вышел из народа. То есть инициатива его появления принадлежит одному обычному человеку – американке Эмми Бродмур, основательнице сайта детской книги в США. Однажды один из сыновей спросил у нее, почему в мире нет такого дня, когда люди просто бы дарили книги друг другу. Эмму этот вопрос озадачил не меньше, и в итоге, благодаря ее усилиям, праздник стал набирать популярность сначала в США, а затем по всему миру. Поэтому, если не знаете, что подарить сегодня своей второй половинке, книга станет хорошим решением. Нацбанк Беларуси проведет конкурс видеоблогеров. Деньги имеют значение. Конкурс приурочен к неделе финансовой грамотности детей и молодежи, которая пройдет в Беларуси с 12 по 18 марта. Его участниками могут стать молодые люди от 10 до 31 года. Организаторы ждут креативных видеороликов продолжительностью не более двух минут, которые расскажут о различных аспектах финансовой грамотности, планировании расходов, разумном заимствовании, сбережении средств, сравнении и анализе при выборе финансовых услуг, а также оценке финансовых рисков. Готовые работы необходимо отправить до 28 февраля на электронный адрес медиасобака тутбай.ком с пометкой «Деньги имеют значение». Итоги конкурса будут объявлены не позднее 18 марта. Его победителя ждет денежный приз в размере 1 тысячи рублей. Кроме того, премии получат и те работы, которые займут второе и третье места. Им достанется 700 и 500 рублей соответственно. Всю подробную информацию о конкурсе можно узнать на едином интернет-портале «Финансовой грамотности населения» финграмота.by. Второй международный конкурс «Мойся Брабаян» пройдет в Гомеле с 14 по 16 февраля в Колледже искусств имени Соколовского. В конкурсе примут участие 163 юных музыканта детских школ искусств, гимназии, колледжей Беларуси, России и Литвы. В дни форума пройдут концерты выдающихся музыкантов Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья. Лауреатов международных конкурсов, а члены жюри проведут мастер-классы. Первый областной конкурс «Мойся Брабаян» состоялся в марте 2000 года. С тех пор проведено 8 областных конкурсов, в которых участвовали около полутора тысяч юных музыкантов из разных стран. Самыми быстрыми и ловкими животными на планете биологи признали пауков-крабов, способных мгновенно разворачиваться на 360 градусов и поражать свою жертву за восьмую долю секунды. Секрет такой необычайной маневренности пауков-крабов заключается в уникальном строении и функционировании их конечностей. При нападении паук использует ближайшую к жертве ногу одновременно как якорь и рычаг, чтобы поднять свое тело и молниеносно перебросить в нужную сторону. При этом остальные оконечности отталкиваются от земли, создавая крутящий момент, и поджимаются в воздухе. Такой прием позволяет пауку-крабу разворачиваться на 40% быстрее и наносить максимально точный удар по телу жертвы, что делает его самым ловким наземным животным. Пауков-крабов, населяющих леса Южной и Восточной Азии, крайне сложно поймать из-за их проворности и необычной манеры передвижения. Они могут ходить боком и задом. Специалисты тщательно исследуют этот феномен, чтобы впоследствии применить полученные сведения при создании высокоманевренных роботов. Возможно, личный электрический родстр Илона Маска и захватил все заголовки новостных лент благодаря историческому космическому запуску компании SpiceX. Но оказывается, что сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy отправила в космос второй секретный груз, о котором практически никто не знал. Внутри красного кабриолета Tesla спрятан небольшой объект, призванный служить в течение миллионов, а возможно и миллиардов лет, даже находясь в таких экстремальных условиях, как космическое пространство. Устройство называется ARK и представляет собой крошечный носитель, предназначенный для долговременного хранения данных. В нем содержится целая библиотека информации, закодированная внутри небольшого диска из кристалла кварца размером не больше обычной монетки. Как отмечают специалисты, подобные ARK могут сохранять и распространять знания человечества через пространство и время, передавая их будущим поколениям. Благодаря технологии пятимерного хранилища, реализованного за счет лазерной наногравировки внутри кварцевого стекла, они теоретически способны оставаться работоспособными до 14 миллиардов лет. Иностранные СМИ сообщают о том, что Инстаграм готовит новое обновление. Сейчас разработчики тестируют функцию отмены анонимных скриншотов в разделе Stories. Возможно, скоро вы уже не сможете просто заскринить чей-то снимок, пользователь обязательно об этом узнает. Под каждой историей после обновления останутся две колонки. Первой будет содержаться список всех аккаунтов, просмотревших вашу запись. Под второй – все те, кто заскринил публикацию. Разработчики полагают, что это обновление станет очень полезным для бизнес-аккаунтов, отслеживающих свою статистику. Это были Фреш-новости. Для вас я готовил Павел Михно. И помните, доброе утро приносит, добрый день!